Привет, народ! Мы с вами продолжаем играть в The Walking Dead Mission. Кстати говоря, хотел сказать про две вещи. Ну, во-первых, у меня лайв-канал как бы снова вернулся. Я раньше снимал влоги, а теперь как бы снимаю их с удвоенной силой. Там уже сценарии появились, то есть вообще круто. Я теперь просто про, и там скоро выйдет шоу, где мы с Хроником обзорим энергетики. И сделали это действительно круто, то есть там много энергетиков, всё такое. Так что, можете заходить на лайв-канал, ссылка в описании имеется. Также у меня есть сайт на skygames.ugly.com, там можно узнать самую последнюю инфу по прохождению новых игр, которые я буду проходить. Ну и, собственно говоря, там ещё есть такая штука под названием список всех моих прохождений. То есть вы заходите, сразу видите, опа-на, списочек, там все игры, которые я прошёл в алфавитном порядке. Всё, пошли игры дальше. Прям драма, драма, ребят, драма идёт, драма идёт. Поговорить, отдать боеприпасы, давайте поговорим, но отдать боеприпасы это как-то, я не знаю. Я думаю, учитывая, что она трясётся сейчас, как ДЦП-шница, я думаю, с ней надо поговорить. А, привет, не слышал, как ты вошла. Тебе удалось её вразумить? Или ты всё ещё думаешь, что Кабатео Матросу, ну трата времени для Сэм? А чём ещё заниматься? Путать носик? Да, извините, она не доцепащается, она пакует. Рюкзак просто странная, я смотрелась несколько странно. Я её не буду оставить, не дави на неё. Она просто не думает. Я не буду ей мешать хранить собственного отца. Так себя ведёшь, будто я из жестокости это делаю. Я понимаю, что её движет, но нельзя. Ведь норма уже в пути. Я не знаю, почему Сэм думает, что сможет защитить здесь своих братьев. Я скоро буду у тебя в печёнках. Никогда я не была здесь родной, как и ты. Это у нас с тобой общее. Поселенство в чужих землях. Как и я, что ты имеешь в виду? Я знаю, каково это бежать от. Чё бы то ни было. Не про так большую часть жизни. Норма скоро придёт, если они уже не здесь. Я не собираюсь остаться здесь и наблюдать, как всё идёт крахом. Но она такая упрямая. Тогда оставайся. Ты нужна, Сэм. Вы жалеетесь, уйдёшь. Поверь мне. Можно было давить на жало с детьми, но, блин. Как-то тупо. Не знаю, могу ли я сделать это для них то же самое. Детя, можно выйти? Но, наверное, нельзя. Без боеприпасов, наверное, не выйти. Как-то как-то стрёмно будет. Там будет стрелять. Без припасов нет. Или будет стрелять, Айсер. Вооружите Пита. Пита Грик. Ребят, сейчас просто в Магдональдсе Пита Грик есть. И я её пробовал. Это огромный просто такой бургер в греческом хлебе, что ли. Это не знаю. Это как-то стрёмно. Реально там просто огромное как будто... Что, блин? Просто огромное шаурмень. Шаурмень какая-то. Это... На самом деле дико неудобно. Я думаю, я думаю, Пит должен внизу где-то быть. Я его ни в одной из этих комнат не запалил. Я не знаю, может, у меня с плойкой что-то. Чё загрузки такие долгие? Хотя, блин, я уже отвык от долгих загрузок. У меня же в компе SSD и рейд-связка из двух жестких дисков Seagate, у которых обороты 7200. Конечно же, для меня всё это кажется медленным. Норма увидит всех нас сквозь. Взглянуть, Пит отдать оружие. Посмотрим на него, что ли. Грустный. Шается глазами по сторонам. Явно что-то идёт не так. Что за беспорядок? Я не могу поверить, как я был тупой. Я так зациклился на поиске людей. Я не ставил на первое место экипаж. Если бы я не велел продолжить поиски. Если бы я не развернулся и не привёлся сюда. Ничего бы не было. Ты не виноват, Пит. Ты не знал, что будет так. Оук знал. Чёрт, надо было его послушать. Хочешь видеть, что после этого... После очень, что мы прошли, чтобы выжить, люди обязательно захотят помогать друг другу. Но нет. Просто охраняется в собственных ситуациях. Тебе, кто встанет на пути. Не знаю, даже почему я ещё пытаюсь помогать. Это... Вам не... Ничего из этого... Никто не беспокоится. Может, я сам себя обманывал. Осторожно, Пит. Ты начинаешь говорить, как я. Просто... Мы должны вернуть мою команду. Надеюсь, моя лодка ещё целая. Чёрт. Что нам делать? Если придёт норма, будет бой. Норм говорит, что готовы договориться. Я ей верю. Производим обмен и валим отсюда. Да, давайте постараемся договориться. Хотя я уверен, что кто-нибудь пальнёт. Потом кто-нибудь и с её стороны пальнёт. Наверняка... Блин, наверняка мелкий пал. Пальнёт, ребят. Ну, знаете, как он... Крок дёрнется, он даже, может, не специально. Джеймс. Хотя бы обознать, какие они со всем этим справляются. Золотой граммом. Я в детстве смотрел с мамкой. Не, да, у меня был выбор. Мне вся мама говорила, что, типа, у тебя никто не спрашивает. Там за тобой. Чёрт ходячий. Я же не смогу уже воспринимать эту штуку так, как прежде. А, да, отдать оружие. Постойте, значит, они рядом. Мы слышали крики в лесу. Вот, Пит. Спасибо. У меня-то осталось оружие. Я вообще всё роздал. Выйти и дать Сэм оружие. Давайте поговорим с ним ещё раз. Знаешь, руки побаливают. Есть есть какая-нибудь мазь? Да уж. Когда Норма доберётся сюда, она у вас жалкие ворота моментально снесёт. И делает вас как по писанному. Они войдут. Величава. Войду так же, как вошёл ты. У тебя что-то не очень получилось. Ну да уж. Он только признал, что... Ммм. Иди ович, ты ничего не знаешь. Сэм, Сэм. Детские рисунки. Просто хочу осмотреться, ребят. Наверное, это Орикса. Надеюсь, он в порядке. Хочется осмотреться, ребят. Понять, так сказать, каково, каково житьё-бытьё. В зомби-апокалипсисе. Гараж. Что-то я бензин не успел поставить. Ну ладно, я думаю, это ничего не изменит. Подойти к Сэм. Давайте подойдём. Нам надо как-то. Уже дать ей оружие. Привет, Сэм. Привет. Спасибо, что ты помогла. Я бы его сама не принесла. Тебе что-то нужно? Только побыстрее, помощь нужна. Тебе надо поговорить с Джеймсом. Только побыстрее. Тебе помощь нужна? Нет. Какая-то о чём-то занята, мне легче. Не думать. Насчёт всего на свете. Пэйдж говорит, что здесь небезопасно. Что нам нужно уходить. Сморя, она и тебя уговаривала уйти. Она хотела на время отсюда убраться. Думаю, Пэйдж была права, Сэм. Здесь оставаться нельзя. Подумай. Этот дом стоит того, чтобы за него умирать. И он не только в доме. Просто... Здесь так много отмываться. Здесь все мы. Он начал с нуля и всё добился. Своим трудом нанимался. Убирать дома. Работал в факультете. На факультете. Конкурс, это дом. Дом стоит доказать, потому что он обеспечит нам лучшую жизнь. Здесь мы выросли. Я... Может, я дурь. Но я не допущу, чтобы всё это пропало в пустую. Он догадился достигнутым. Здесь было безопасно. Ребят, хочу немножко отступить. Как вы думаете, вы бы стали оставаться перед лицом опасности? Вот в таком доме ради родственника. Ради того, что вот здесь умер ваш отец. Он построил этот дом. Ваша мать тут умерла. И стали бы вы сражаться за этот дом? Остались ли вы? Я бы, наверное, отступил. Потому что, понимаете, мне кажется, то, что мы остаёмся здесь, конечно, героический поступок. Но, как известно, историю пишут победители. Поэтому лучше быть, скажем так, не трусом, а человеком, который отступил, разумно поступил и отступил назад. А потом взять и отбить дом. То есть, вот я бы это предложил. Не знаю, почему Мишонда это не предлагает. Отступить временно. Дать им, так сказать, в доме разложиться. А потом по стелсу снять одного другого третьего. И всё. Или дождаться, когда они пройдут. Забьют, собственно говоря. И не будут по лесам бегать вечно. Просто оставить им Рэндала. И где-нибудь там. Оставить его. Пусть забирают. И уйти в леса поглубже. Не будут же они вечно бегать? Нет, не будут. Прячемся, ждём, пока пройдут. Потом возвращаемся в дом. Вряд ли они его будут сжигать или делать что-то подобное. Я почему-то думаю, что его просто бы или они заняли его, или оставили бы. Потом вернулись в этот домик, и всё бы было хорошо. А если бы они его заняли, может было бы их перебить. Но вот я не знаю. Напишите своё мнение. Как вы считаете, сам правильно мыслит или нет, что хочет остаться? Я всё-таки буду давить на линию того, что нам пора уходить. Потому что лучше быть живым трусом, чем мёртвым героем, ребят. Потому что мёртвые герои не нужны никому. Кроме самих себя. Нормин, на всё это наплевать. Она направляет сюда. Если ментальные воспоминания связаны с этим местом, её не остановят. Знаю. Я не рассчитываю, что ты поймёшь. Ты нашла мешок? Да, вот. Спасибо. Нужно вернуться к работе. Ну, осмотримся, что ли, ребят? Ну, не уходить же. Наверное, так они усилили ворота. Надеюсь, норма тут не пройдёт. Я уверен, что они как-нибудь их выпьют. Почему-то вот я просто знаю. Почти пусто. Хорошо, они не сожгут дом. Ну, скорее всего. Ну, что даже лучше, чем я думал. Боже, они были готовы ко всему. Почти ко всему. Скажу по секрету, ребят, я не переносил свои выборы из второго эпизода в третий. Потому что во второй эпизод так вышло, что я играл на ПК. В первый я играл на консоли, вот на PS4. Во второй я играл на ПК. И в третий играл на PlayStation. Потому что второй вышел там позже. Не знаю почему. Потому что Тейлы иногда бывают с занозой. Ну, вернее, не Тейлы, а Сони, да, бывают с занозой. О, Мишон, я ищу Алекса. Ты его не видела? Я ищу, что он был там, когда я поминул отца. Для этого ему нужно было туда пойти. Алекс спрашивал об отце. Я не знал, что ему сказать. Черт. Я поговорю с ним. Ты найдешь его крепости. Встретимся у дома? О, и растет трава у Дуни. Пожалуй. О, там Куала. Видите, картинка Куала на стене. Вообще печально. Знаете, он просто стоял у ворот. По сути, это все просто какое-то недоразумение, ребят, что он стоял у ворот. Бах, это... На самом деле, обидная смерть. Очень обидно. Такой вот такой просто мужик настоящий. Все сам построил. И тут его взяли. Ну, это так. Вот это так глупо. Все люди так глупо умирают. Только всякие пидорасы умирают смертью героя. Пидорасы. Нет, я тебе не верю. Мне интересно, какого черта парень-то на афроамериканца похож. Ты второй вообще на мексиканца. Она... Ну, я не знаю. Она... Вот она похожа на американку. Я не уверен. Ну, и у всех какие-то черты иностранные. Может быть, что ты на меня так посмотрел? Что я-то сделал? Ну, хотя ему же надо кого-то обвинить в смерти. Сэм? Сэм? Ты в порядке? Грега и отец. Я просто... Я просто не знаю, что как-то видеть. Когда мне начинать? Не знаю. Просто скажи, что он значил для тебя. Да. Хорошо. Окей. Я дам тебе время. Эй! Ты в порядке? Ты окей? Ну, он немножечко такой апатичный к этому, и к этим событиям. Я просто думал о своих детях. Я думаю, надо поделиться. Надо высказаться. Подожди. Мы скоро снова будем на плаву. А толку-то детей-то мы не вернем. Мы же не знаем даже, где они. Ну, вернее, она знает, где они, но она их, по-моему, ведь не нашла. Там она их до сих пор ищет, и непонятно, то ли они зомят, или нет. Они все умели сохранить что-то, что мы все потеряли давным-давно. Что-то нормальное. Я не знаю, как это описать. Это похоже на то, что было раньше. Володка хорошо для этого подходит. Ты не забываешь обо всем, пока ты на ней. Эх, я решил остаться. Ради Сэм. Конечно же. Это было очевидно, ребята. Кто ведь все знали, что она останется? И здесь это не имеет отношения. Ага. Сто процент было ясно, что никуда не денет. Она здесь. Я думаю, даже если бы я ей сказал, уходи, Анабастерс. Я думал, у нас больше времени. Все хорошо, все будет окей. Сэм? Просто идите наверх с братом. Хорошо. Ну, что вы спрятались, пока я за вами не приду. Что теперь будет? Нас обрадутся убедить нам. Она ничего не сделает. Мы просто поговорим, лады? Все будет хорошо. Лежите вместе. Во что бы то ни стало. Хорошо. Окей. Ой. Я просто так часто управляю этот сов. Столько слов в английском вы управляете одно. Ну, блин, ребят. Словарный запас свой расширьте. Утырки. Нет, что-то я заупасть на персонажа не знаю. Это, наверное, плохо. Я прикрою тебя. Не промахивайся. Надеюсь, до этого не подойдет. Все лучше не промахиваться. Надеюсь, что не стану. Надо было... Я думал, она скажет, что это как шутка. Пейджи, если все пойдет плохо, я хочу, чтобы ты позаботился о Джеймсе Рейсе. Не говори так, будто. Пейдж, пожалуйста. Сэм, ты знаешь, я... Сэм, ты знаешь, я... Ребята, а кто... У кого кто любимый персонаж? Я любимый персонаж, мне кажется... Ну, Мишон... Ну, все-таки Мишон. Все остальные какие-то, не знаю. Вот нету здесь Кейни. Знаете, вот как вот во втором сезоне вообще в The Walking Dead был Кейни. А вот здесь как-то нету персонажа, который его замещает, скажем так. Или которого можно назвать вторым любимчиком после Лилии. Или там третьим, типа Кенентина. Нужно быть осторожными. Не провоцировать ее. Я не хочу, чтобы завязался бой. Надеюсь, и Норма не хочет. Блин, у меня такое чувство, что она захочет боя, когда увидит его мордашку, которую мы успешно разукрасили красочкой. Не, сразу она не нападет. А я думаю, она начнет с честных переговоров и... О, смотрите-ка. Ну, в кустах мужички сидят. Все ясно. Или на дереве, или в кустах. Это я. Что тут, черт побери, происходит? Я сказал, что им немного отставить. Хотел сперва поговорить. Наедине? Да ты врешь. Не нужно нервничать. Это что за игра такая? Я не верю. Я не собираюсь слушать то, что хочешь сказать. Верни моих друзей. И ты их получишь. Просто дай мне шанс. Послушай. Монро. Больше нет. Затонуло. Как? Все, что я построила. Мы с тобой. Многому другу-другу-другу научились. Теперь я только брата забрать хочу. Он здесь. Э, полегче, полегче. Сейчас он... Рэндалл, ты в порядке? Пожди немного. Я с тобой. Один правильный поворот. Вот-вот начнется. Что же начнется-то? Ребятки, сейчас петухи полезут. А-а-а, вывезти. А, ясно. Полной безопасности. Как я и говорил. Пока все честно. Теперь дайте мне Рэндалла, и каждый из нас пойдет своей дорогой. Ты не можешь дать ей уйти. Они сожгут наши дома. Убили с закори. Я знаю, что мы потеряли. Но потеряем еще больше, если не прекратим это. Что верно, то верно. А теперь тихо. Ублюдки. Мишон, хорошо. Я хочу вернуть брата. И все. Покончим с этим. Потребуется увидеть одного из ваших ребят. У тебя трое моих людей. У меня только один. Давай сюда одного из моих друзей. Та получишь Рэндала. Ты получил одного. Больше не будет. Отпусти вот этого. Это чушь собачья. Постойте, а это кто? Я что-то вообще не узнаю. Ау-у-у. Как всегда, отдали самого неинтересного персонажа. Ну ладно. Так и знал. Наш с тобой все в порядке, мужик. Я одержал слово. Твоя очередь. Отдай мне Рэндала. Эй! Опусти пушечку! Сейчас пернет. Я могу его застрелить, и у меня останется еще один. Поэтому ты сделай то, что я прошу. Сейчас же. Я пришла сюда поговорить с вами. Не трогай его, ладно? Ну все, отдаем. Вот, забираю. Нам плевать на Рэда. Йонас, не надо! Если ты их не накажешься, задей на это сделаю я. Мы заслуживаем. Возьмите. Не так. За Закаре. Нет! Твою мать! Берто! Все опустили оружие! Я знал, что им нельзя доверять. Нет. Назад! Пожалуйста, не трогайте его. Если ты ничего не сделаешь, придется делать нам. Пожалуйста. Ты лучше привести своих людей. Йонас! Ребятки, может быть, будете вести себя поспокойнее? А то тут голодные гости, пожалуй, а стол даже не накрыт. Я тебе его дам, хорошо? Теперь мы на равных. Просто дай мне увидеть брата. Сейчас он взбесится. Снимите с него мешок. Да все, снимай. Сплевать. Снимай. Сейчас скажет. Нет, брат, убейте их всех. Ты что с ним сделала? Он убил отца Сэма, невинного человека. Он служил даже в худшей участии. Просто отдай его мне. Я знал, что она... Да, ребятки, ну все, уже разруливайте. Пора уже порешить все. Без группы давно уже все решил. А вы тут возите. У нас тут вообще-то гости уже пожаловали. Черт. Ну, блин, рвни руки. Топаем быстрее. О, быстрее топай. Черт ты стоишь. О, он такой... О, он такой... О, сейчас начнется, ребят. О, ты застрял? Бейки. Быстрее. Блин, может их пустить, а? Норму хоть давайте пустим. Черт, так и знал, что застранец вырвется и захочет отомстить. Придется шоколакнуть его. О, черт. Наконец-то мы грохнули мудозвона. Ее что-то... Блин, мне жалко ее, но не жалко его. Убейте их! Дом сейчас же! Понимаете, с одной стороны, мне жалко норму, потому что она-то ничего плохого не сделала. С другой стороны, мне совершенно не жалко его, потому что его освободили, блин, мы его не грохнули. Мы им милость сделали. Он такой, типа, не. Я вас, я, пожалуй... Я, пожалуй, попробую там, не знаю, поиспытывать судьбу, скажем так. Минус враг. Просто прошутен. Минус враг. Минус враг. Ой, у него опресс! Не высовывайся! Ой, сука, мать твою, за ногу. Не отпишет. Ну, ладно, она хотя бы сживает, как бы. Черт, вот это было близко. Давай, давай! Ты сможешь! Мишон, Мишон, не мошни! Не высовывайся, ну! Достаньте остальные! Садите дом, че, той мать, и как я искала, не думаю. Давай, давай ты, давай! Я не хочу превращаться в СОМА! Я не СОМ! Ням-ням, как вкусно! Чувствуется повадки. Давай, Мишон, самое время взять перочин и ножик для сыра. Что за... Ну, это уже... Все, дабл пенетрейшн, ребят, сделал. Почти. Вот это кровять, он такой, че-то не было. Подожди. Нет! Нет, подожди! Нет! Норма! Убить норму. Не дадим ей страдать. Я все-таки не... Мы облегчили ей примерно секунду в жизни. Тоже будет больше. А, хотя бы не станет зомби, на самом деле, хорошо. Ну же! Что, такой напряженный акт, ребят? Я должен сказать, действительно, это вау. Это просто... Это просто бомбяры сейчас было конкретно. А продолжение экшона мы увидим в следующей серии. Узнаем, чем же все кончится и как же все развяжется. Я, честно говоря, не ожидал, что такое будет с Нурой. Ребят, можете писать в комментариях, чего же ждали вы. Я ждал совершенно другого. Я ждал развязки, типа... Того, что... Мы... Ну, мирно разойдемся я не ждал, конечно. Я был в шоке, если бы мы мирно смогли разойтись. Это невозможно. Учитывая... Ну, я не знаю, просто тогда бы это было странно. Но мне бы, честно говоря, понравилось, если бы все мирно разошлись. Но экшона бы-то не было. А вот это зомби... Ну, сразу было понятно, когда нам показали идущих зомби. И вот идущих на фаер. Сразу было ясно, что да. Будет зомби-нашествие. А так, в общем и целом, я ожидал того, что они как бы помирятся, обменяются. И... Не думал, что Рэндалл нападет. Как бы я предполагал, что он может. Но что-то я вот не верил. Я, честно говоря, не верил до последнего момента. Но когда он напал, он просто доказал, что он конченый говнюк. И что-то его даже не жалко. Нору мне жалко. Она этого не хотела. Просто, ну блин, ее братец с Норовом... А она хотя бы... У нее мозги есть. Проблема в том, что у нее мозгов нет. В этом главная проблема, по сути. У него нет мозгов. У нее есть огромное эго. У Норы есть эго. Тоже огромное. Но и мозги тоже присутствуют. Так вот, к сожалению, мозги это, видимо, не передаются братьям и сестрам. Не всегда. Не всегда. Спасибо за просмотр, ребят. Увидимся в следующей серии. Пока.